Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Кореш24К, а меня зовут Профессор Гарибальди. Представляю вам новую крутую битву строителей, а посвящается она всем любителям растений против зомби. В этом выпуске вас ждет топ из 20 лучших построек зомбосов, гаргантюа, горохострелов и многих других юнитов из любимой игры. Как всегда, лучшие постройки вас ждут в конце, а первое место получит от меня реальные 500 рублей на квас. Перед началом только попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Все сделали? Тогда мы начинаем! 20 место 20 место поделились сразу двое подписчиков. Первый перед вами Чомпер. И как вы уже могли догадаться, это сад Дзен, в котором вы можете выращивать свои растения. И вот таких прикольных юнитов насадил у себя Чомпер. Второй сад Дзен сделал подписчик с ником Ярик. Этот сад мы, как видим, более защищен. Бронированное стекло защитит от любых проникновений незваных зомби. Но внутри мы заметим неплохой сад, в котором выращиваются растения, которые потом нам будут давать денюжки. О, здесь даже квас выращивается. Но какой сад Дзен вам понравился больше, напишите в комментариях. А мы идем дальше. 19 место 19 место занимает подписчик с ником Агент007. И как мы видим, Агент очень постарался и построил целый передний двор. На нем располагается уже несколько растений. Это, я так понимаю, кабачок, капуста пульта, орех. Ну и, конечно, как же без подсолнечника, который дает нам солнышки? Называется постройка ПВЗ-1, видимо, в честь первой части. Ставим лайк и идем дальше. 18 место 18-ю строчку нашего топа занимает подписчик с ником Суперсоник. И это его довольно-таки интересная разработка. Зомботик Сейботик передвигается на четырех крабообразных лапах. Имеет один огромный глаз. А на вершине располагается комната управления. Жаль, что зомбика сюда не завезли. Но в целом мне постройка понравилась. Если вам тоже, ставьте лайк, а мы идем дальше. 17 место 17 место занимает подписчик с ником Реттимэн. И у него получилось построить очень забавного персонажа. Зомби-футболиста. Надеюсь, вы пользуетесь магнитами при его набегах. Ну согласитесь, зомби получился отличный. Хотя некоторые могут сказать, что кривовато. Ну попробуйте сами что-то построить в Чикинган. Это очень непростая работа. 16 место Кабанчик расположился на 16 месте нашего топа. Он построил огромное дерево. Мудрое дерево. Или точнее, древо мудрости. По-моему, так его называют в игре. У его подножня расположились несколько растений. Капуста пульта, картофель. Это, наверное, такой подсолнечник. И, конечно же, горохострел. Лайк мудрому дереву и идем дальше. 15 место Но в 15 месте со своими огромными растениями расположился подписчик с ником Шаурума. Да уж, с новой функцией увеличения предметов можно делать вот такие шикарные постройки. Итак, здесь мы видим огромный мусорный бак, который может поджигать снаряды, такие как горошины. Увеличивая тем самым наносимый ими урон. Так, а это что за зверюга? Напишите, пожалуйста, точное название в комментариях. Я бы назвал его хищное растение Зубастик в шлеме. Но это, насколько я знаю, гриб судьбы, который может рвануть не по-детски. Называется постройка Троица. Ставим лайк и идем дальше. 14 место На 14 место я поставил подписчика с ником Сайдер. И, как мы видим, он воссоздал полностью весь дом Дэйва. Тут имеется и передний двор, и задний двор, и даже крыша. Интересно то, что зомбарей он изобразил в виде арбузов. Это, похоже, зомби на шарики. На воде располагается кошка-мыши, и это, я так понимаю, тройные грохострелы. На крыше Сайдер настроил целую кучу капуста-пульт. Передний двор также хорошо оснащен и готов отбивать последнюю волну зомби. Лайк за креатив и идем дальше. 13 место На обзор текущей битвы мне прислали очень много зомбасов и гаргонтьюа. Все они плюс и минус были похожими. И поэтому я расположил целую кучу подписчиков на 13 месте. Первый перед вами это колл-ростер. Слушайте, ну для финального босса здесь поставлено явно мало растений. Зато пасхалка на других староителей достаточно внушительная. Зомбас уже готовится швырнуть машину в тех самых растений. Так погодите-ка, неужели Гарибальди управляет этим зомбасом? Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. В общем, такая крутая постройка получилась у колл-ростера и называет он ее Зомбот Кореша. Следующий подписчик, который также расположился на 13 месте, имеет ник Витязь. Здесь, как мы видим, происходит финальная битва растений против зомбаса. Витязь явно подготовил оборону лучше, чем колл-ростер. У него здесь просто огромный пулеметчик-горохострел. Помимо него еще и других растений хватает. А мелких зомби Витязь изобразил в виде свинок и кролика. Думаю, исход битвы здесь предрешен. Растения должны победить. Называется постройка последний рубеж. И идем смотреть дальше. Ефим 301 также занимает 13 строчку. События, как мы видим, развиваются на крыше. И все это называется финальная битва зомбас. Я уже вижу, что он зашвырнул тачку в растений. Отмечаем тот факт, что Ефим изобразил растений в разный момент атаки. Кто-то уже запустил свой снаряд в зомбаса, а кто-то находится на перезарядке. О нет, под машиной находится разбитая арбуза пульта. Прикольно выглядит. Ну а в головном отделе этого монстра располагается сам профессор зомбас. Который очень круто реализован. Заслуживает вашего лайка. А мы идем дальше. Еще одно 13 место достается подписчику с ником Королеон. Да, эта постройка не у таких больших масштабов. Но выполнена очень качественно. Поэтому я не мог ее исключить из топа. Надеюсь, вы уже смогли догадаться, что это Гаргантюа Прайм. Ведь у него вместо рук две огромные колотушки. А управляет им вот этот малыш-зомби. Крутое исполнение, мне понравилось. Идем дальше. 13 место также достается подписчику с ником Фомасик. Здесь события разворачиваются снова на крыше. Огромный зомбот идет в атаку. И кстати, у него похоже есть джетпак на квасной тяге. А в левой руке у него огромный миксер, которому собирается перемолотить всех растений. Я, кстати, не знаю, что это за яблоки. Это какой-то мод или что? Поясните, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, такого количества растений хватит для защиты. Называется постройка месть доктора Зомбаса. Идем дальше. Завершает хит-парад 13 мест подписчик с ником Фуфак425К. И это его версия нападения Зомбаса. Неплохой такой скуф получился, согласитесь со мной. Из минусов отмечаю, что этим монстром никто не управляет. Но как же так? Место ведь для этого предусмотрено. Зато мне очень здесь понравилось, как изображены растения. Какой же классный орешек, шипы, картошка, вишня, капуста пульта, кабачок. И даже звездочка имеется. Полный набор. Ребят, не забывайте потом указать в комментариях, какая из построек, находящаяся на 13 месте, вам понравилась больше всего. Ну давайте двигаться дальше по топу. Двенадцатое место. Двенадцатое место занимает подписчик с ником Маркус. И это его зомби с конусом. Согласитесь, постройка выглядит очень эпично. Зомби, кстати, присел на полено. А сзади чилят местные мемы из чекингана. Левая рука у зомби уже прогнила. Осталась только торчащая косточка. Но он не унывает и выглядит довольно-таки веселым. Однозначно достойная постройка вашего лайка. И мы идем дальше. Одиннадцатое место. Вау-вау. Одиннадцатое место достается подписчику с ником Speed Requiem. Я очень люблю такие постройки, когда подписчики интегрируют моего Гарибальди в свои творения. Здесь получилось очень круто и эпично. Познакомьтесь с Гарибальди-ботом. Он очень отлично сложен. И посмотрите, на правом плече есть даже маркировка. К-24. А в рюкзаке этот бот несет мистера Дурко. Мы идем на растения, не мешайся. А я и не собирался. Удачи вам. Очень крутая постройка, заслуживающая вашего лайка. Десятое место. Десятку сильнейших открывает вот эта постройка, которую сделал желтый красавчик. Перед вами любимчик публики Гипноденс. Постройка очень прикольная и думаю понравится многим. Слушайте, а в подошве его ботинок даже рыбка плавает. Вот такой вот зомби-танцор получился. Пора двигаться дальше. Девятое место. Девятое место достается подписчику с ником Холостянчик. Он придумал и разработал нового босса. Назвал он его Железный Краб. Думаю, отлично бы подошел для концовки, когда вы проходите задний двор с бассейном. Холостянчик не забыл про своих друзей и передает им привет. Краб, кстати, умеет стрелять вот таким фейерверком. Прикольная разработка. Ну а в головном отделе находится вот такой Доктор Зомбас. Восьмое место. На восьмом месте расположилось снова несколько построек. Первая перед вами. Ее построили подписчики с никами Чмоня и Охотник. Да-да, это что-то вроде босса из второй части растений против зомби. И да, это вот такой огромный корабль Зомбаса. А точнее, как назвали его подписчики, Зомбарабль. К носу корабля прикреплен вот такой маленький зомбик. Ну а сам пиратский корабль перевозит какую-то живность. А это, видимо, капитан корабля. Растения здесь тоже имеются, а некоторых поместили в клетку. А вот и второй участник, который также попал на восьмое место. Зе Лайн. И это, как мы видим, еще одна версия босса из второй части. Буду честен, эта версия корабля мне понравилась чуть больше, чем предыдущая. Но напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете. Здесь к носу также прикреплен малыш. Ну а кораблем управляет сам Доктор Зомбас. Он построен здесь в пиратском стиле, что добавляет определенного шарма. Назвал свою постройку Зе Лайн пиратская засада. Заслуженный лайк. И идем дальше. Седьмое место. Седьмое место занимает подписчик с ником Курица Круглая. И это его огромный гаргантюа. Которого он назвал, кстати, Жиробас. В руке он тащит внушительного размера колотушку. А в рюкзаке, конечно же, устроился малыш-зомби. Он уже жаждет пожрать твои мозги. Сам Жиробас мне почему-то напоминает какого-то черепашку-ниндзя. Да Нателло, ты ли это? Интересным является то, что внутрь этого гиганта также можно проникнуть. И здесь будет оставлена пасхалка на одного из лучших строителей, Дравардена. Ему посвящается это большое красное сердце. Кстати, Дравыч не участвовал в данной битве. Очень жаль. Шестое место. Шестое место нашего хит-парада разделили подписчики с никами Свин Алексей и Золотой Пикачу. Они предоставили нам невероятных размеров постройку. Здоровенный зомбак движется в сторону растения. На самом деле, кажется, что он идет чуть мимо. Отмечаем красиво исполненную походку. А также неизменный атрибут зомби. Галстук. Теперь уделим немного внимания данному растению. Кстати, в честь него и называется постройка. Дракоша Тоша. Если мы спустимся под карту, то заметим его корневую систему. Вот это очень интересно было придумано. Заслуженный жирнейший лайк и мы идем дальше. Друзья, о старте новых бит-строителей я всегда анонсирую в своем телеграм-канале. Найдете его по поиску в Биф Кориш 24К. Или переходите по ссылке в описании моего канала. Пятое место. Пятерку сильнейших открывает подписчик с ником Anonymous Donor. Просто вглядитесь. Каждый персонаж на этой локации выполнен в высочайшем качестве. Из растений присутствует кактус, которого мы еще не видели. Вот такая суровая арбуза пульта. Конечно же, гораха стрелы. Грозный орешек. А сзади стоит подсолнух. Отбиваться им предстоит против вот этого здоровяка Гаргантюа. В паре с таким зомбиком. У Гаргантюа за спиной, как всегда, его верный друг Малыш. Может это его сын? Напишите в комментариях, если знаете. Постройка шикарно выглядит в ночной версии на этой карте. А называется она «Вторжение Гаргантюа». Четвертое место. До четвертого места добирается подписчик с ником Тимур. Его постройка отлично вписалась на карту Биг Хаус. Здоровенный, скуфообразный зомбот 112 идет в атаку на этот дом. Как по мне, это лучшая версия в нашем обзоре. Просто зацените эти бархатные тяги. Со светящимися глазами этот монстр выглядит еще более устрашающе. Ну а сверху располагается сам Доктор Зомбас. Оцените эту фишку с мозгами. Блин, это выглядит очень круто. Крутейшая постройка. Ну а мы подошли к финалу. Вот мы и добрались до топ-3. Приготовьтесь, сейчас вы увидите самые эпичные постройки, на мой взгляд. Третье место. Хо-хо, на третьем месте расположился подписчик с ником Осьминожка42. И это его невероятных размеров. Зомби Йетти. Пока все строили зомбасов и гаргантюа, Осьминожка построил вот такого красавчика. С новой функцией, которая позволяет изменять размеры предметов, стало строить гораздо интереснее и проще. За это новое введение мы говорим большое спасибо разработчику. Кстати, а ведь эта версия зомби была построена единственная на битве. Не зря ведь зомби Йетти является очень редким. Шикарнейшая постройка, которая заслуживает вашего лайка. Второе место. Второе место достается подписчику с ником Ультрачарч82к. И это тот случай, когда не обязательно делать что-то громадное невероятных размеров. Достаточно сделать что-то качественное и деталированное. Он взял за основу своей постройки модель машины из игры под названием Пенни. Сравните с оригиналом, да она же практически не отличается. А как вам такие технологии? Тут даже зеркала предусмотрены. Количество деталей и их деталировка просто зашкаливает. Подписчик очень постарался над своим творением. Внутрь машинки мы можем попасть с помощью портала. И здесь все выполнено очень достойно и на высоком уровне. Надеюсь вы тоже оцениваете эту постройку по достоинству. Ну а мы подошли к финалу. Первое место. Первое место достается подписчику с ником Золотой Пикачу. События разворачиваются на заднем дворе. Вся постройка, как вы можете заметить, выполнена в увеличенном масштабе. Атакующая сторона выпустила всего одного зомби. Но зато какого высокого качества. Да, это классический зомбак, миссия которого добраться до ваших мозгов. Но на его пути цветы защитят ваши мозги. Понимаете, да, в каком масштабе здесь все построено? Я чувствую себя просто лилипутом. В арсенале у растений имеются пулеметы-горохострелы, арбузопульты. Это вообще какие-то кактусы с пушками. И, конечно же, куча подсолнухов. Назвал свою постройку Пикачу. Ну, спасибо. Ну, мне кажется, вопросы все сняты по поводу первого места. Можем поздравлять с победой и заработанными 500 рублями на квас Пикачу в комментариях. Кстати, он тут оставил у себя на карте кучу приветов своим друзьям. В конце я, как всегда, оставляю скрины работ, которые не попали в видеоролик. Советую оценить их тоже, ведь ребята старались. Обязательно переходи в мою телегу, чтобы не пропустить начало следующей битвы. С вами был, как всегда, Кореш24К. Смотри другие ролики на моем канале. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok